Всем привет, уважаемые подписчики! С вами, как всегда, Сергей, а это долгожданное видео по проекту The Game. Вы его очень долго ждали, я прошу меня извинить, но не буду вас задерживать. Поехали, посмотрим, что получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Или у того же столба нет групп сглаживания, и на нем тоже нет никаких текстур. Ситуация в том, что это пока что тестовые модели, ну, например, вот этот дом будет использоваться, да, но, конечно же, нужно будет их все настроить. И сейчас эти домишки раскиданы по всей карте, насколько это возможно, плотненько для того, чтобы подзагрузить систему. Сверху я специально оставил счетчик FPS, чтобы вы видели, насколько у меня идет игра с кадрами, и примерно могли ориентироваться, в какой момент она проседает. А проседает она, когда я навожу на УАЗ, потому что здесь он самый, так скажем, требовательный. Ну, или вот два автомобиля стоят у вас, да, у меня уже 130 FPS. Ну, тут, правда, еще кузова нет и все такое прочее. Ну, это все, как говорится, не настроено, но решаемо. Итак, ладно, соседи уже начали сверлить, судя по звукам, а я должен вам все успеть рассказать, пока дрель еще не в стенке. Первое, что вы заметили, это худо у персонажа, его потребности. Их мы просто-напросто точно так же, как в МСК, удовлетворяем при помощи еды. В данном случае молочка, питья, и его сгущеночек тоже можно покушать. Конечно, это не весь набор продуктов, это, так скажем, только для того, чтобы продемонстрировать, как это все работает. Ну, и с кроватью у нас пока что система работает точно так же, как и с едой, но до поры до времени. Туалет, в принципе, на букву ПИ мы, как обычно, делаем ПИПИ. Анимации в данном случае нет, но потребность уменьшается. Следующий элемент, который был достаточно сложно разработан, это сборка двигателя. Это МСКшная, она, в принципе, отличается тем, что тот, кто знает движок, здесь не используются джойнты, а и в МСК они используются. Также я никак не настрою поворот деталей, ну, просто уже физически не было времени. Поэтому показываю то, как есть, и то, с чем есть. Здесь, в принципе, особо мало чем изменилось от того, как это все работает в автобусе. Ну, те, кто смотрел предыдущие видео. Но суть та же самая. Например, сейчас мы поставим, ну, давайте поставим бугель. Бугеля, конечно же, будут отдельными у нас. И нельзя будет их, так скажем, просто так поставить. И, естественно, иметь будут свое место. То есть, установив бугеля, я уже никак не могу поставить туда коленчатый вал. Если вы скажете то, что там шатуны стоят, ну, ребят, чисто демонстративная версия для того, чтобы вы поняли, что все это дело работает. И нельзя просто в беспорядочном порядке накидать сюда на блок запчастей, нажать клавишу Е, и все будет работать. Что касаемо болтовой системы. Когда болты я оставил только на ГБЦ, для того, чтобы продемонстрировать их работоспособность. Почему? Ну, потому что машина до конца сейчас не готова. А как только будет заменена модель, то есть она будет измениться, там, соответственно, поменяются другие названия. И придется все настраивать с нуля. Настройка здесь очень кропотливая. Я бы не сказал, что сложная. Она очень универсальна, но она очень кропотливая у нас настройка. Так, давайте сейчас попробуем завернуть хотя бы пару болтов. Ну, не хочет. Снимем ГБЦ, переставим мотор куда-нибудь поближе. Ну-ка, ГБЦ. Как видите, немножко до конца еще все не настроено. Вот здесь вот у нас просвечиваются камеры сгорания. Здесь, если вы скажете дырка, там должна ставить прокладка ГБЦ, поэтому она, собственно, там и дырка. Вот мы с вами закручиваем болты. Ну, допустим, я думаю, штучки три хватит, правда? В принципе, у нас одного болта не открутится, но... Щелкаю специально посильнее, чтобы слышно было. Все, голова уже не открутится. Точнее, не снимите вы ГБЦ до тех пор, пока полностью не отвернете все болты. Все болты должны быть отвернуты на сто процентов, иначе она у вас не снимется. После чего, как видите, с простым кликом мыши вы ее можете снять. Ну, и можно поставить этот мотор на автомобиль. Здесь пока он тоже устанавливается чисто таким физическим нажатием. Ну, и, соответственно, болт я не докрутил, поэтому она и слетела. В этом плане, по сборке двигателя, она будет закончена тогда, когда полностью завершится автомобиль. Также будет, наконец-то, проанимирована подвеска. Если кто помнит, я показывал скриншоты с тем, как изгибается мост УАЗа. Сейчас это не сделано, потому что заново система будет переделываться уже под готовые модели. Ребят, поймите, я не могу, так скажем, работать на этих болванках. Ну, ничего такого грубого не подумайте. Я имею в виду незавершенных, потому что нужно будет настраивать все с нуля. А на настройку уходит огромное количество времени. Огромное. То есть, вот вчера, чтобы сделать так, чтобы собирался двигатель, мне потребовалось достаточно где-то часа три. Но детали настраиваются несложно, но просто именно долго. Нужно именно тщательно подогнать и все остальное прочее. Наверное, в этом плане все. Что касаемо там подъемника в прошлом видео, он остался. Магазин будет также работать. Сейчас смысла нет показывать то, что уже было показано. Давайте сейчас проедемся на этом замечательном УАЗике. И я вам покажу слегка деревеньку, так скажем, где это будет происходить. И отвечу на ваши вопросы прямо с телефона. Скажу сразу, посадки в машину пока не сделано. Поэтому просто поменяю вид и поедем. Ну что, заведем машинку. И пока, соответственно, я тут катаюсь немножечко по карте. Я попытаюсь ни во что не вляпаясь. Просказать вам, так скажем, ответить на вопросы, которые вы задали в теме. Так что, если я упилюсь куда-нибудь, внимания не обращайте. Это все потому, что я не слежу за дорогой. Итак, по поводу мультиплеера вопрос у вас у многих стоит. Ребят, пока он не планируется. Потому что это не так все просто синхронизировать. Для этого нужно мало того, что знаний. А я в сети вообще, что-то вообще как-то так и не разобрался, что за сеть и как с ней работать с этими сетевыми подключениями. Поэтому насчет мультиплеера это все достаточно позже будет понятно. Можно ли машину разобрать будет до мелких деталей? Да, машина будет максимально детализирована. Постараемся, по крайней мере, это сделать. Ну, насколько ли это возможно? Планируется то же самое, чтобы снимались колодки у автомобиля. Да, и возможно, где-то какие-то потребуются датчики или еще что-либо. Ну, это я пока еще не гарантирую, но не знаю. Как будет называться населенный пункт в игре? Пока названия точного нету. Я его просто не придумал. Но есть некоторые идеи, предположения. Поэтому этот вопрос мы пока с вами затрагивать не будем. Насколько будет большая локация? Будут ли моды? Планируйте полный реализм не только с авто, но и с человеком, болезнь, еда, т.д. и т.п. Грязь на машинах. Локации. Вы знаете, тут ситуация в чем получилась. Вот эта локация не особо крупная. Вы, в принципе, ее запомните. Она меньше, чем в МАЗКА, наверное, раза в два. Но я планирую сделать несколько локаций и переход между ними. Для того, чтобы было интересно. Конечно же, следующая локация будет добавляться только в тот момент, когда будет полностью закончена первая. Возможно, это будет как аддоны. Возможно, это будет пока несколько локаций не будут завершены. Ну, просто пока не ясно. Мне хочется создать в данный момент достаточно плотную деревушку. Если вы видите, здесь сейчас домышки все стоят. ФПС-ка под 200. Все красиво. Но дома будут стать гораздо, гораздо плотнее. То есть, здесь вот не будет практически живого места. И вот эту деревню, в принципе, вот тут там не будет такой пустоты, как в МАЗКА, где вы едете по пустой дорожке. Справа, слева от вас пустые деревья. И вы думаете, как бы совершенно там не рухнуть, да, за дороги, пока вы едете. Нет, здесь хочется сделать именно максимально подробную, так скажем, жизнь. В этом плане. Будет ли реалистичность заводки авто? Можно ли будет играть с рулем? Запуска, наверное, автомобиля имелось в виду. Смотрите, играю я уже с рулем. Поэтому здесь вопрос исчерпан. Конечно же, будет поддержка руля. И насколько я смогу реализовать все рули, я пока не знаю. Просто-напросто. Ну, потому что пока для меня это темный лес. Для меня половина того, что я делаю, и точнее предстоит сделать, это темный лес. Вот. Насчет запуска автомобиля. Конечно, хотелось бы сделать, чтобы машину можно было заводить с толкача. И т.д. и т.п. Ну, в принципе, я думаю, это реально сделать. То есть, блин. Ну, нет ничего невозможного. Но насколько это будет возможно, и насколько я быстро-то одумываюсь, как это все сделать, я пока не представляю. Вращение предметов будет реализовано как в МСК. Ну, вы знаете, мне, наверное, есть идея сделать все-таки, что когда я могу вращать предмет по горизонтали, вертикали, в принципе, и хватит. То есть, в двух плоскостях. Но не знаю, насколько это нужно будет, вот в чем суть. Так как неважно, как вы загоните предмет, вы, соответственно, будете его, так скажем, поставить. Если он попадет в нужное место, значит, он попадет. Облака будут объемными или просто текстуры? Ну, здесь я не буду извращаться над облаками и делать какой-то там супер-пупер сверху графику. Я думаю, это не столь важно. Сколько будет профессий, чтобы заработать денег для починки авто? Вот это сложно сказать. Насчет механики профессий и всего остального я еще до конца не определился, какие будут именно. Ну, как минимум мы будем что-то развозить, куда-то что-то перегружать. То есть, такие простые деревянские работы будут в любом случае. То есть, без них никуда. А что, как? То есть, всю систему вот эту я не продумывал до конца, потому что не было на то столь сильной необходимости. Это все будет гораздо позже. Доступность запчастей. Как можно собрать действующую машину, чтобы заработать денег, купить недостающие запчасти? Точнее, извиняюсь, я тут неверно прочитал. Думаю, лучше все запчасти сделать доступными. Не все запчасти сделать доступными. Нет, ну, конечно, дело, что когда у вас будет автомобиль, у вас не будет все уже готовенькое, да, сели и поехали. Все, интерес будет в этом плане, не переживайте. Сделываете ли вы достаточно простой моддинг для игры? Ребята, я с моддингом особо не знаком, в плане не знаю, как сделать доступный моддинг для игры. Я знаю, как писать плагины, допустим, да, и если, так скажем, игра будет схожа с MSK, то почему бы, собственно говоря, и такими же плагинами не делать моддинг? То есть здесь нет ничего сложного. Так, здесь большой достаточно текст. Так, с NPC вопросы возникают. Ну, я планирую, конечно же, сделать некоторые диалоговые NPC, соответственно, чтобы можно было с ними диалоги, чтобы они какие-то задания могли раздавать вам. NPC, конечно, будут покрасивее, чем в MSK. Я, по крайней мере, надеюсь, что у меня удастся сделать их более интересными. И, в принципе, движуха в городе, так или иначе, точнее, в городе, в этой деревушке на данный момент, она так или иначе будет. То есть не без нее. Так, автостоп, как в MSK. Ну, вы знаете, систему такси и, в принципе, работу таксистом, как идею, сделать можно. Вот, останется понять все, как это достаточно реализовывать. И тогда сделать можно будет, конечно же, все. Вот, заглохли. Количество строений будет, я уже пояснил, достаточно большое. То есть карта будет достаточно сильно застроена. И стараюсь сделать все возможное, чтобы на FPS это никак не повлияло. Так, на некоторых, сейчас, секундочку. Я просто читаю в данный момент и отвечаю, поэтому немножко я притормаживаю тут в этом плане. Ну, по поводу установки плагинов я уже сказал. И, соответственно, спасибо за вопросы. Можно ли будет возможность срезать болгаркой? Ну, блин, ребят, это достаточно сложная система, которая потребуется тут над ней поработать. И если она реально потребуется, ну, как потребуется. Если захочу, например, сделать какую-нибудь профессию, которая позволяет распиливать какие-нибудь детали на части, и за это вы там деньги получите, а-ля рубля дров, то, возможно, она и будет. Будет ли смена погодных условий? Снег, дождь, туман, ураганы, т.д. и т.п. Ну, конечно, погода и условия по поводу дождя и тумана будут. Ураганов, ну, можно, конечно, что-то сделать в этом роде. Ну, я думаю, тема дождя хватит. А насчет снега, это достаточно проблематично сделать. Ну, как проблематично? Нужно полностью будет поменять все текстуры, абсолютно все в игре, на снежные. Возможно, как-то это все сделать, но, по крайней мере, смену времен года я еще не планировал. То есть, пока что у нас все-таки будет обычное время года. Давайте сократим нафиг, не поедем мы туда. Поедем, как говорится, по бездорожью, на том, собственно, и вас. То есть, пока у нас без особых, особой смены времен года будет. Да, не обращайте, еще раз повторюсь внимание, но вот эти текстуры, это а-ля дороги, будущие дороги, которые, естественно, будут выглядеть совершенно иначе. И, собственно говоря, чем бы хотелось закончить? Вопросы кончились, наверное, кто-то не успел задать, кто-то, может быть, не увидел. Ну, кто успел, те я прочел, потому что их было достаточно немного. Ух ты, как ты прыгаешь хорошо. Итак, УАЗ до конца не настроен, поэтому не смотрите на его такое достаточно несуразное поведение, но, в принципе, как он ведет себя, мне уже нравится гораздо больше. У него уже присутствует подключение полного привода и, в принципе, по-моему, понижающая передача. Если вы сейчас скажете про блокировки, то напомню то, что блокировки были механическими и их потребуется подключать вручную. Наверное, на этом, ребята, я наконец-то закончу достаточно короткий ролик, который я хотел уместить всего-навсего 10-15 минут. Я не знаю, сколько это все дело записывается. Возможно, столько и есть, но вам виднее. Я надеюсь, что моя проделанная, точнее, не моя, только лично. Конечно, еще хочу поблагодарить всех модельщиков, которые помогали мне в этом. Кириллу отдельно за текстурой многие тоже модели, которые он предоставил. Половину моделей я сюда не стал просто-напросто ставить. Ну, зачем? Все вы всегда увидите потом. Если я сейчас буду раскрывать все прям карты, то смысл от этого, правда? Поэтому у всех ребят, которые участвуют сейчас в данный момент в проекте, насколько это возможно, я хочу от души поблагодарить. Спасибо вам. Без вас я бы просто еще бы сидел очень-очень далеко, и вы бы не увидели сейчас, уважаемые зрители, то, что сейчас я проезжаю. И маленький такой, как говорится, пусть не просьба, а пожелание. Если есть желание у кого-то там скинуть рублику, как минимум, на проект, то я ставлю ссылку на донаты. Поэтому всем желающим, кто, как говорится, никому не жалко, если есть возможность, то буду очень признателен. В принципе, зачем нужно? Мне необходим все-таки, скорее всего, будет ассет на дороги, который позволит сделать мне их явно не такими. А моделить дороги – это достаточно, ну, штука сложная, и нужно до мельчайших подробностей продумать всю карту. Потому что просто-напросто их так не сложить, а здесь как деревня и изменяющийся рельеф. Ну, в общем, с дорогами – это сложная система, поэтому проще приобретать ассет, ну, на который, в принципе, пока что особо средств нет. Поэтому, если есть желание как-то помочь, я буду от души вам очень признателен в этом. Все денежки, которые будут, как или иначе, получены на этих донатах, они пойдут на проект. Все, в принципе, деньги, которые на стриме я собираю, они тоже идут на какие-либо… либо на железо откладываются, либо, опять же, на проект. Поэтому в этом плане все по-честному. Ну, мы проехали уже, опять, некоторую часть карты. В принципе, она отсюда видна. Да, она видна. Так, ребята, я еще раз благодарю за то, что вы посмотрели до конца. Если кому-то было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Надеюсь, новости будут выходить немножко почаще, хотя сложно это сделать. Но все равно спасибо тем, кто за этим следит. Спасибо всем, кто мне помогает. Поэтому буду с вами прощаться. И до новых встреч, ребят.